Второе качество, о котором говорит Давид, это Пуэль-Цедек, делающий праведное, делающий справедливое. Когда Талмуд, тот же Тарстатимакот, касается этого качества, он приводит в пример человека, которого звали Абахилькеа, и он, конечно, менее известен, чем Авраам. Это был очень простой человек, простой по своему образу поведения. Был он батраковым наемником сельскохозяйственным у кого-то, но был на том уровне праведности, что когда была засуха и нуждались в дожде, просили о его молитве. И вот рассказывают, что однажды мудрецы пришли к нему попросить его в очередной раз помолиться о дожде. Его дома не было, и они пошли на поле, где он работал, пришли и сказали ему шалом, но тут не ответил и даже не посмотрел в их сторону и продолжал пахать. На обратном пути он шел и надел плащ на одно плечо, на втором плече понес дрова. И сделал еще несколько таких загадочных вещей, и мудрецы спросили его, что это за поведение. Это даже прервать работу, чтобы с вами поздороваться, чтобы не грабить моего хозяина. А плащ я арендовал. Да, были времена, когда можно было брать в аренду не только свадебные платья, но и плащи, разумеется, для людей соответствующего дохода, для очень бедных людей. И я его взял для того, чтобы в нем ходить, не для того, чтобы носить в нем дрова. Потому что если носить дрова на плаще, он от этого портится. Это уровень праведности, уровень самоконтроля, который здесь называется Пуэль Цеды. Я знаю людей, которые, если на работе, в рабочее время звонят куда-то по своим делам, они сообщают хозяину, записывают на бумажке. Мы отвлекались так-то и так-то, и просят его вычесть из зарплаты. Конечно, хозяин не вычитает, но люди искренне так делают. Точность, целостность, правильность даже в мелочах, отсутствие пренебрежения даже малейшего к имуществу, времени, деньгам своего ближнего – это Пуэль Цеды. Конечно, кому-то это может в наше время показаться фанатизмом, кому-то очень высокой планкой, но если вдуматься, действительно, человека нанимают не для того, чтобы он беседовал. И из таких мелочей, по мнению мудрецов, состоит человеческая праведность. Субтитры создавал DimaTorzok